Всем здарова, ребят! Продолжаем смотреть 2 на 2, в надежде, что найдется такое же ржачное, как вчера. Вот вам котик, красивый. Итак, сегодня на Дейли будут играть за Лотлориан Артикуль, за Ангмар Элиссар, против них за Имладрис. Ты что, гонишь? Серьезно? Я, клянусь, я не смотрю реплеи до того, как я их комментирую. Снова он. И с ним снова Мадик. Окей. Этот реп... Блин, ничего нельзя говорить, но... Окей. Посмотрим, короче, выебывался он или нет. Ну, сейчас он нормально играет, кстати. Как бы. Но, с другой стороны, у Имладрис нет рынка. У него, как бы, встроенный рынок на каждую ферму, если что. Стартанул. Короче, будем смотреть за этим челом. Нормально пока стартует, барак тоже нормально ставит. Может быть... Это шанс... Это шанс для Гэндальф Топа реабилитироваться. Как бы потерять титул самого большого нуба. Нет. Так, пока что... Ой, что за хрень. Пока что нижние более-менее себя норм чувствуют. Не понял, зачем они вышли, отменили. Аванпост откупит ее. Может, мисклик был. Сейчас снова строят. Вообще, очень... Очень жесткая страта, кстати. Ангмар у волков. С Лотлорианом. Плюс два ветра у них будет. Ну, если Ангмар второй возьмет, разумеется, потом ветер. Это очень сложно контриться. И так, блин, вообще, если подумать, это, наверное, один из самых жестких матчапов в игре. Не матчапов, а скорее комбинаций, да. Так, занычковался. Возможно... Стоп, я забыл, кто играет за лолом. Артикуль должен же знать. Он не нубас. Должен знать, что на автокасте можно выбивать одиночных митов из инвиза. Типа... Автокаст не учитывает невидимость. То есть, можно... Можно запомнить, где он там заныкался. Подойти, поражать обилку, и он сдохнет. Вот и все. Так, минус рабочий, может быть, не успевает Мадик поставить стенную башенку. Кстати, халява. Одним отрядом убил. Слишком большая халява. Обычно игроки стараются два отряда волков поставить, потому что один медленно убивает рабочего, и очень легко поставить стенную башенку. Даже с двумя это довольно-таки большой риск. Так, убивает Гилдора. Артикуль. И сейчас заберет этих пацанов. Да, вышка отлично сейчас сыграла. Им нельзя сражаться, иначе они погибнут. Как бы логично. Так, здесь... А, блин, я завтыкал, что там оба ангмара. Ну, короче, метатели. Метатели у Мадика подохли. В принципе, матчап для Мадика хороший, потому что в зеркалах волки, ну, не то чтобы не работают, но это хреновая тема. Он может спамить орками, и все, это для него победа. Единственное, что ему там, ну, надо будет немножко копейщиков построить, если он запалит, что здесь волчье логово, или как оно там называется. Логово троллеймон, пускай, чтобы не бояться конницы. И орки без проблем задефают. Минус... Но не минус жизни. Но у Мадика есть одна большая проблема. И она называется Гендальф Топ. Можно, кстати, да, можно забрать эту вышку, но в спину бьют волки, метатели. Правда, пошел Гендальф Топ с ним в атаку. Может, получится? Ой, ой, жадный-то какой. Нет, нет, не, не захватывай. Вышку же надо снести, и она же вас отымеет. Обосрался. Да, обосрался. Бедняга. Ну, походу, они проиграли. Хотя, ладно, если вы смотрите этот реплей, значит, он не длился 10 минут. И, значит, я его залил. Но пока что, но это выглядит, как это поражение для верхних. Не знаю, как должны нижние затупить, чтобы верхние не то, чтобы выиграли, но хотя бы смогли игру продолжить. Ну, хотя Гендальф Топ добрался до вышки и забрал ее. Ладно, Мадик перехватил, но здесь больше войск у нижних. Кстати, а что происходит у Артикуля? Почему у него так мало войск? Вот вопрос. Он сидел с аванпостом. Вышка не сильно уменьшила его приход от бабосов. Что-то он делал странное. Два барака есть. Ну, не знаю, ладно, я не смотрел. Непонятно, почему. Может, много эки построил, но не то, чтобы... Кажется, будто нет. Да, есть, кстати, небольшой лайфхак. Есть баг. Он какой-то странный. Суть его в том, что, если вы одиночными юнитами захватываете аванпост, иногда это не срабатывает. Вот видно было сейчас, что артикуль пытался захватить, но юнит не захотел. Юнит это, типа, вот этот, чем, арафин. И он просто забил на это дело. Чтобы избежать этого, надо просто приказать двигаться чутка. Тут есть, на некоторых картах просто походу ландшафт немного кривоват, и юнит не может подойти. Но это только с одиночными работает. Отряды нормально захватывают. Ну окей, они подрались, Мадик уходит, снова приходит Гэндальф топ. Сейчас уже пора как бы делать флаги, чтобы не было вот такой фигни. Он подошел. А, ладно, хорошо, молчу, молчу, все, нормас. Пехтуры настроил, таверну бы забрать, чтобы можно было чизить Лоло линдонами. Хотя, в принципе, эта тактика не такая уж и плохая. Мне самому нравится играть в одну пехоту за Эмлу. Такому же ты особо не страдаешь от конницы, как если бы у тебя лучники были, и она бы тебя давила. Но, при этом, нужно, чтобы эти ребята бегали, сносили экономику. Они просто сидели на базе, и там время от времени подходили, там подрались немного. То есть, пока что Гэндальф топ снес вышку, и это все, что он сделал в этом матче, ну, помимо постройки экономики, этого маловато. Так, Мадику следует построить копейщиков сейчас, что он, в принципе, и делает. Какие-то стычки начинаются, и снова строится вышка. Ну-ка, если Гэндальф ее видит, да, он должен ее сейчас видеть, то он может просто прямиком подойти и снести ее. У него достаточно войск, у Лоло только пихтура, пихтура не так быстро будет убивать его пацанчиков, как лучники, так что он может не бояться. В это время Мадикс стяжку юзает на троллей, но, мне кажется, ему не удастся их убить, они второго левела, так что они благополучно уедут. И еще и обнаглели и возвращаются обратно, он сейчас уже их не фокусит, и в итоге халява срабатывает, он фокусит каких-то орков. Ой, жесть, ну, он тоже немного обосрался еще. Мог попытаться добить, это было слишком нагло, там, по сути, полтора тролля живых, все остальные ходячие мертвецы. Гэндальф топ отступает, и это, конечно, очень грустно, потому что у него большая армия, она практически не покоцана, у противника убитые войска, он, конечно, потерял ванпост, хотя это потерял его Мадик, а нет, окей, сори, Элисар потерял, но можно было как минимум забирать вышку, чтобы тому же Мадику легче было сражаться, ну и просто продолжать сражение, потому что у Гэндальфа преимущество большое, но с каждой минутой оно уменьшается, так как артикуль подстраивает войска. Фонтан, а зачем фонтан? Не понимаю, войска не коцаны, но там может парочка воинов, немножечко там урона получили, но это же мелочь, очень странно, ладно, пошли в атаку они, ну окей, независимо от того, как закончится матч, Гэндальф не нубас, он просто аутировал в прошлом матч, точнее, ладно, нет, окей, он не самый большой нубас, вот, он нубас, но он не самый большой нубас, вот, то есть сравнивая эту игру, я видел похуже, просто как бы, ну, настали эти дни у него, так сказать, он решил понаслаждаться, но Мадик вытащил катку, так что, sorry за спойлер, если вы не смотрели прошлый видос, а вот здесь Мадик не вытащит катку, у него все очень плохо, мог бы вытащить Гэндальф топ, но с такой игрой, ну хэзы, в чем смысл этого? за франк вор, элорант, окей, я смотрю, и я не могу понять, в чем смысл этой беготни, чего он пытается добиться, он пришел сюда, ой, не так, он пришел сюда, потом развернулся, побежал на базу, потом с базы побежал сюда, потом развернулся, встретился с Элорантом, теперь они сражаются, вдвоем против него, но идет Мадик на помощь, так, закинул Элорант, единицу, блин, Мадик не строит копья до сих пор, эти тролли уже четвертый наилу накачали, окей, он разбил, пачка очень хорошая, но, повторюсь, ее же надо использовать, смысл этой армии, если экономика нижней команды не ломается, аванпост, ну, ладно, аванпост иногда ломается, но это же мелочь, типа, экономика нижних, она больше сейчас уже дает денег, чем аванпост, при том, что аванпост только на одного работает, так, зафрагор очень сильно рискует, надо валить оттуда, но неплохо он качнулся, чутка все дела, помог, но теперь нам валить, а Гендальфу надо ставить библиотеки, а он начал, ну, типа, слишком как-то медленно он это делает, ну-ка, сейчас вернемся на секунду, да, у него фул предел населения, у него гигантское количество денег, у него уже давно должны быть все библиотеки, смысл, смысл копить деньги, на что, на апгрейды брони, и так, сейчас на карте нет армии, которая может его победить, и он отступает, ёп твою мать, хоть бы снес Малорн какой-то по дороге, стоп, магик захватил, окей, жесть, какое же убожество, нижние сейчас потеряли где-то половину своих войск, а Элисар практически все, там, не считая волков, они особо не сражались, и им абсолютно плевать на это, они сейчас заново все построят, так, захват таверны, окей, магик дерется сам, гендель в топ наикует, нет, чувак, не нужна ему таверна, ему нужно, чтобы ты играл, Малорный сноси, но магик уже проиграл, все, он уже, ничего уже он не сможет сделать, он уже потерял войска, молодым, сейчас может быть гендель в топах разобьет, сейчас будет лидерка у Элвинга, неплохо, очень, очень даже неплохо, какой левел, пятый, Леголаса можно забирать, или можно попытаться, а там АКД молодым, блин, так странно выглядит эта обилка, какие-то я настройки сделал, лан, минус, о, топорик не кинул даже, можно было дровуглина забирать, так, у Мадика проблемы, но в принципе неважно для победы, не нужно даже ему помогать, нужно у меня какой-то нервный тик, ты серьезно, чел, но креп пошел, что ли, эта игра просто вызывает у меня болез, а, клинки сделал, он будет пытаться креп проносить, ну, смотрите, это возможно, сейчас забрал тысячу, можно еще полторы тысячи забрать сейчас по-быстрому, но, блин, это Лориен, зачем, если, можно и так выиграть, снеся всю эку ему, он не может, он не может построить армию сейчас, они очень сильно с тиммейтом потеряли войск, у него просто денег нет, чтобы сделать армию достойную этой, но, он будет продолжать, конечно же, их строить, неплохая сейчас, смотрите, Карас Галатон, это две тысячи, тысяча отвалилась на вышках, еще полторы тысячи строятся, то есть, он, по сути, четыре с половиной тысячи сейчас у противника забрал, очень хорошо, но, это параллельно при том, что Мадик сейчас заглатывает за обе щеки, он просто ушел, ничего не разрушив, при этом построил мага земли, я знаю, кстати, что некоторых людей, которые особо не играют в эту игру, но, как бы, пробовали, их бесит геймплей, то, что вы должны сносить экономические здания, но, так устроена игра, это не то, чтобы кто-то себе это придумал, так, любая, любая стратегия устроена, типа, ну, вам нужно получить преимущество над противником, если преимущества не будет, и вы, допустим, играете одинаково, у вас скилл одинаково, то вы никогда не выиграете, а преимущество обычно, прям как в жизни, дают деньги, и поэтому надо сносить экономику, как бы это некоторых людей не бесило, но это так, а вот то, что делает Гендальф Топ, это просто аутизм какой-то, но он может, конечно, так выиграть, были матчи, где, ну, вы выигрывали, ничего не делая вообще, я помню, была дуэлька, где Челик сидел на базе минут 30, и просто отбивал атаки противника, в итоге его противник столько всего нафилил, что он уже ничего просто не мог ему сделать, и таким образом Чел выиграл, ну, пришел там один раз просто пронес базу, там, 25 кинул, и конец, то есть, в принципе, так можно выиграть, да, но, блин, хз, но все равно это какой-то бред, на такое надеяться, минус, минус, халвер, это мадик, да, надо костоломов закидывать, это, забавно, в этом матче артикуль мог бы сыграть через аварию, классическая ситуация, в которой можно было бы нагнуть имду через аварию, он, наверное, не знает, это практически никто не юзает, где-то года полтора-два назад на каком-то патче, отюзали немного, я даже не помню, кто это первый раз придумал, и все, потом забили, потому что, ну, имла очень редко играет вот так, просто куча, куча мечников, копейщиков и героин, хотя, я одобряю страту, в темпс, блин, ну, похоже на победу, на самом деле, Элронт так сильно нафидился, второй тир вижу артикуля, ох, да, приличный урон, весьма, надо прожимать карас голотон, нет смысла ждать, Энд умрет сейчас, ой, блин, артикуль, что ты делаешь, прожал карас, блин, поздновато, там что, авторемонт врубился, прикольно, помните первую атаку, он нанес там буквально пиксель урона, ремонт же, он медленно активируется, вот с тех пор, как бы, шло кд, и он только-только сейчас активировался, либо я долблюсь в глаза, и это настоящий рабочий, но не похоже, на то я не могу его выбрать, походы, это авторемонт, он нехило так поднимает крепу, но, что-то мне подсказывает, что этого недостаточно, они ее пронесут, или сар сдался, что? Они сдались, офигеть, они выиграли, ну, не, ну, окей, гендальф топ не самый большой нубас в БФМЕ, это я признаю, хотя я это признал еще раньше, но это было просто ужасно, надеюсь, надеюсь, ты смотришь этот видос и как бы извлечешь какие-то уроки, но с другой стороны, еще хуже сыграли Элисар и Артикуль, ну, на самом деле, типа, Элисар еще более-менее Артикуль очень плохо сыграл, почему, имея Аванпост, захваченный с самого начала и укрепив его более-менее, не было никаких сносов экономики, не пытался ту же Таверну зачистить, закрепить, чтобы было больше денег, мало было войск, как, как умудрился им Ладрис настроить больше войск, чем Артикуль, я этого не, просто не понимаю, как будто Артикуль просто этого не делал, вот, это единственный вариант, который мне в голову приходит, такие дела, спасибо за внимание, надеюсь, вам понравилось, всем спасибо, кто стал моим спонсором, в описании ролика вы найдете ссылки на скачку этой игры и много чего еще, чао, какао.